Привет! Привет, Ютуб! С возвращением! Enter the Gungeon! 1 апреля! Всех поздравляю с 1 апреля! Так давно я не слышал эту музыку! Эта музыка так хороша! Она очень громкая! Игру надо сделать потише! Так, настройка динамика в динамике! Я не помню, как... Я не помню, как играть в эту игру! Чат меня уговорил на 1 апреля! Говорят, ты не пройдешь! Мы поспорили с чатом на овсяное печенье! Что я пройду Enter the Gungeon с первой попытки! Я, правда, не уверен! Ну, настройки, наверное, у меня не сбились! О, вроде мой сейв, да! Ну, давайте классический забег за пилота поиграем! Мой любимый персонаж в Gungeon всегда был пилот! У него есть отмычка! А как тут играть? Я не помню! Тут ничего, вроде, включать не надо! Ставка на босса или на пулю? На лича, конечно! Естественно, мы пойдем на лича! Ого-го! Сто тысяч лет не играли в Gungeon! У меня быстрый режим, интересно, включил? Вот эта игрушка! О, как непривычно! Слушай, ну, руки, вроде, помнят, как минимум, как доджить атаки базовых врагов! Так, рыцарь бьет! Да, рыцарь бьет такой штукой вокруг себя! Это рыцарь с булавой! По-моему, игра все равно слишком громкая! Блин, какая игрушка! Какая игрушка! С нее все началось! Когда-то давно было время... Ну, я себя вообще не слышу! Когда-то давно было время, когда я в первый раз запустил Enter the Gungeon и записал первую серию! И у меня... Я помню, я тогда работал в магазине с краской! Все коллеги еще в магазине, я такой... Типа, я ютуб-канал, короче, делаю! Я помню, что я... У меня был комп... У нас был комп на кассе! И этот комп был очень слабый! На нем ничего не работало! На нем был браузер! В принципе, кроме браузера, на нем ничего нельзя было запустить! Это типа касса была! Кассовый компьютер! Но я на этом кассовом компьютере, я решил, что... Я там буду свои делишки проворачивать! Но я мог в ютуб заходить там... Читать лайки и комментарии, которых у меня не было! О, это челлендж-комната какая! Блин, а я не помню, какие челлендж-комнаты могут быть на первом этаже! Они не сильно жесткие! Я помню, что у пилота трэшевая стартовая пушка! Так-то... Надо аккуратней с ней! Да, я сидел на кассе, и я помню, что я выложил первый видос по ганжу на ютуб! Смотрю такой... СТО ПРОСМОТРОВ! Я такой, о-о-о-о! Смотрите, чуваки, у меня СТО ПРОСМОТРОВ на видосе! А я его выложил... Ночью, по-моему... И... Потом... Что-то работал-работал, зашел, и там СТО ПРОСМОТРОВ! Офигеть! Что-то там два человека даже в комментариях написали! Я такой, нифига себе, все! Я? Популярен! Я теперь ютубер! У меня есть СТО ПРОСМОТРОВ на видосе! Миссия выполнена! И... Потом еще, еще больше стали набирать видосы по ганжу на ютубе! Я их каждый день записывал! Старался каждый день записывать! Потом у меня стало СТО ПОДПИСЧИКОВ! Я такой... А-а-а! Жена, смотри, у меня СТО ПОДПИСЧИКОВ! Жена! Я сделал это! Я не зря... Занимался этим полгода! Ну, я потому что до этого еще другие видосы всякие снимал, но они... Мягко говоря, были не очень, поэтому... Поэтому... Ну, было несколько зрителей! Потом ганжин что-то всем так понравился, и мне понравилось! По-моему, мы на первых видосах ганжи на первого босса не могли пройти! Мне кажется, что я там доходил до первого босса, и все! И этот король пуля меня сливал? Что-то такое было? У-у-у! Патроны с дистанционным управлением! Прикольная штука! Окей, это классная пассивка! Она меняет всю игру! Блин, в ганжине такие прикольные пассивки, и все! Вот до сих пор! Берешь какие-нибудь патроны с дистанционным управлением, и вообще кайф! Окей, выстрелы будут лететь за курсором! Это не всегда удобно! Если я правильно помню! Так, секретка! В смысле, слизнь! Но этаж со слизнем имба, на него надо всегда ходить! Я это знаю до сих пор! Только не ломай бочку! Главное, бочку не сломать! Так, теперь мы делаем... Так... Чик! Теперь сюда тысяч! Оба! Готово! Нам нужно два ключа! Аааа, для этажа со слизнем нужно два ключа! Вот в чем загвоздка! Ммм... Где нам взять два ключа? Ну, надо этаж защищать! Первый этаж защищаем со стартовой пушкой! Опа! Урон получил! Ну... Главное, что не на боссе урон получили! Оп! Сердечко! Спасибо! 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 У-у-у-у-у! Черный сундук! Ну, это мы открываем! А ты кто? Р2-Г2! Оружейно-механический робот! Хо-хо! Все еще достоин! Все еще достоин! Так, а вот босс! Р2-Г2! Он сильный, но он не имба! В черных сундуках есть штуки намного круче! Ух ты! Ё-моё! Да, имбовый магазин! Нам сыпет прям! Это крутейшая пушка! Это офигенный... Офигенная пассивка! Минус 25% по-моему хп врагов всех! То есть как 25% к урону! Денег не хватит! Никак! Ну, получается, мы пробуем открыть тогда отмычкой вот этот сундук! Окей, он зафейлился! Идем на босса со стартовой пушкой! И... Если из босса выпадет ключ, мы сможем к слизню пройти! Если не выпадет, не сможем! А, ну еще можно будет отмычкой попробовать! Курки-близнецы! Я помню, что я их считал самым сложным боссом первого этажа! И, походу, они все еще самый сложный босс первого этажа! Потому что я наполучал кучу урона! Вообще-то! Да, для черного сундука дроп, конечно! Не самый крутой на первом этаже попался! Робот... Робот смешной, но толку от него мало! Ну все, одного курка когда сливаешь, второй, конечно, усиливается! Но он один, поэтому намного легче уклоняться! Все! По идее, мы его завалили! Урона я уже не должен получить! О, два ключа! Хорош! И фотоаппарат! О, фотоаппарат это зачистка комнат! На боссах он бесполезен, но комнаты он чистит просто отлично! Так, получается, что мы можем провернуть на этом этаже? Какой маневр? Мы можем... Купить... ...самонаводящиеся пули? Короче, открыть ключами доступ вниз! Я не буду пробовать открыть отмычка, я ищу секретка! Если я правильно помню, секретка... ...должна не касаться ни одной комнаты! То есть, может быть, здесь... Где она еще может быть? Ну, здесь, по идее, может быть... А может, я плохо помню про секретки? Так... Что еще тогда? Ну, ничего, тогда все! Мы идем на секретный этаж, на слизний этаж, потому что это куча денег! Там куча монет мы выбьем, плюс... На этом этаже самая сложная не сколько босс, сколько сама зачистка этажа! И у нас есть фотоаппарат! Фотик зачистит все комнаты нормально так! Потому что это масса урон по всей комнате! Да, три удара фотика будут сносить почти все! Помню, как познакомился с тобой благодаря Энтерзаганджу? Я тоже познакомился с собой благодаря Энтерзаганджу! Я не знал, что я на это способен! Но мне очень... Мне очень игрушка нравится до сих пор! Я бы в нее играл больше, если бы мы ее... ...в свое время так много не играли и не заиграли полностью! Может, по современным меркам рогаликов Энтерзаганджу, но он и не... ...не то, что прям офигенен... ...с точки зрения разнообразия... ...но он очень хорош! ...в любом случае! Мне нравится! Кирпичная пушка! Ядовитый чумной пистолет! Ну, они обе не очень! Энтерзаганджу тебе понравился? Мне как-то не очень! Да, вроде понравился! Ну, с Энтерзаганджу нам что-то какой-то прям... ...скандал был, да? Все такие... ...все так были недовольны выходом Энтерзаганджуна... ...и то, что он... ...не оказался... ...лучше первой части... ...как бы, ну... ...это технически он вообще нифига не первая... ...не вторая часть! Это просто как... ...отдельная игрушка по тематике! Давай, давай попробуем отмычку! О! Это что? Кольцо сундучного вампиризма... ...кровь из древесины! Так, а что эта штука делает, я даже и не помню! Дает тебе хпшку, когда ломаешь сундуки, по-моему! Да, ломаешь сундуки, из них выпадают сердечки! Может быть... ...моя память в этом плане... ...смутно! Ужасная вещь! Ну... Да, не самая полезная пассивка, а? Да! А, кстати! Управляемые пули решают проблемы с точностью бластера пилотского! Ну, на босса я бы хотел идти с другим оружием! Хотя, в теории, нам нужно... ...в теории, нам нужно бить босса... ...до того, как мы получим оружие на этаже! Короче, одна из основных фишек, как в Ганжине выигрывать... ...ты хочешь бить... ...босс... ...сначала бить босса, а потом открывать сундуки! Потому что... ...если ты не подбирал оружие на этаже, то босс гарантированно дропает пушку! Вместо Exit the Gungeon лучше бы добавили еще пару DLC! Оно было бы лучше! Ну, я не знаю, ребят! The Exit the Gungeon... ...что-то все так наехали на разрабов... ...ганжина, что... ...они, по-моему, раздумали вообще что-то делать! Их забулили! Ну, если они хотели сделать другую игрушку, какую-то интересную, новую... ...ну, у них весь интернет так накинулся и написали им столько гадостей, что по уму они вообще забили такие... ...ааа, знаете что, ребят? ...делайте себе игры сами! Тихо! Раз вы такие умные... ...что я их прекрасно понимаю! Я их прекрасно могу понять! Типа, мы попробовали сделать что-то новое и необычное, но нет! Все остальные лучше знают, как нам... ...проводить свое время и какие игры делать! Так что, да... Объективно говоря, они сделали плохо, тут присутствует ошибка... Ну, они сделали плохо, я думаю, в сравнении с... ...в сравнении с Enter the Gungeon. Если бы это... ...если бы The Gungeon была бы просто рандомным рогаликом без тематики Enter the Gungeon... ...ну, просто вот вышла игрушка, она... ...она вот такой вот рогалик-платформер... ...ну, народ бы поиграл бы, ну, прикольно, типа, что-то новенькое... ...2D рогалик-платформер... ...ну, да, там, баланс хромает, все дела... ...ну, да и черт с ним, ну, ладно, ну, вышла и вышла... ...а на них прямо накинулись... ...и... сколько было обзоров, которые прямо... ...ругали его, уничтожали этот Exit The Gungeon... ...там... И никто их так вот не ругает сильно Пишут там, ну, типа, игрушка, ну, такое Поиграть можно на вечерок А тут получилось, что завышенные ожидания И... Получается, лучше бы вообще ничего не делали, чем сделали что-то А? Это как... Такое же ощущение иногда Вот с... С видосами бывает Ну, у меня, когда делаешь Что-то вот иногда поиграешь в какую-нибудь игрушку Заходишь в комментарии Читаешь комментарии И такой, знаете что? Я лучше вот вообще не буду в нее играть, чем вот это вот выслушивать Или с работой такое бывает, да Как какую-нибудь инициативу на работе проявишь? Что-нибудь придумаешь интересное А тебе потом как выскажут все, что по этому поводу думают Просто не читай комменты Ну да Вариант Так, ну что я думаю, рискнуть пойти на босса с пистолетом? У нас есть R2-D2 Мы можем, если на большой дистанции фотиком босса побить Патроны полные Давайте рискнем Даже если ожидание отбросить, игра все еще плоха Она для мобилок так себе для ПК вообще ни о чем Ну вот Можно так же зайти в Steam И проехаться с этим же катком По 99% инди-рогаликов, которые там выходят Но мы же так не делаем Не делаем Ты понимаешь, мои руки помнят как доджики Я каким-то образом помню все атаки этого слизня Я его не видел уже 5 лет Ну не 5, поменьше Я помню, что вот здесь надо по диагонали прыгать Тут надо просто ходить, стараться не доджить Окей Задумался об игре Я помню, что в Ганжине очень хорошо работает правило Нужно не говорить про игру Нужно говорить про что-то другое И тогда ты намного лучше играешь Это факт Рассказывать истории? Да А у меня две пустышки есть Я забыл про пустышки Окей Так, если что, сейчас, короче, я пустышку сразу использую просто и все Прошли Пам-пам-пам-парам-пам-пам Так, ну и что у нас будет тут? О Замораживающий луч, ледяной прием Подожди, синергия Ну-ка, 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 ну-ка А с чем? С фотоаппаратом Ооо, вообще замораживающий луч Трэш Но с фотиком он какой-то стал другого цвета А фотоаппарат? Может фотоаппарат будет замораживать? Замораживать Так Ладно Ну у нас 80 денег Ну я думаю, что вот это нам ничего не нужно Можем попробовать пойти на крысу? Ого, я не помню, как на крысу ходить Не надо Я тоже думаю, не надо Не умирал тысячу раз Но это факт Крыса сложная А вдруг пройдем Ааа, отмычку хотел И пожарничал Использовал отмычку Мусор? Или мусоренок? Хлам И нас А, нас полечило Окей Хламенок, да О, еще две пустышки Может здесь секретка? Нет Где еще может быть? Вот здесь Ну нет Ладно Купим ключ Короче Пойдем на следующий этаж Я не знаю Мне кажется Экзит Зе ганжен Был вполне нормальный Просто на него Наехали сильно Что-то я не уверен Насчет этого Замораживающего луча Даже с синергией Блин Вроде он больше урона Наносит Чем Если бы он Был без синергии Но я в этом Кстати Не уверен Нифига О, ключик Хорошо Фотоаппарат Вроде как Как бил Так и бьет На него вроде Ничего это не сработало Может больше урона Наносит Может имеет шанс Заморозить О, пожиратель пушек Ну честно говоря Я наверное Этот замораживающий луч Отдам В пожиратель пушек А, броню Мы забыли броню Для храма отнести Руина Руинища Ну знаешь что Против сильных врагов Которые Ты знаете Нет Имеет право на жизнь Патроны у него улетают Быстро Супер быстро Супер быстро Усы Дают скидку В магазине Никогда не окупится 115 Ключ Крсиной Стоит Стала техника Ярости Переворачиваешь Стол Дает баф На урон Или нет Усы лечат Когда покупаешь В магазине Да Вроде да Ооо Шипы Ну Шипы в ганжине Я лучше прохожу Чем в других Играх Ну пришлось Игрушка Очень Понравилась Поэтому пришлось Научиться Проходить Шипы К тому же Это Двухмерные Шипы В смысле Шипы с видом Сверху Шипы с видом Сверху Намного лучше Чем шипы С других Видов Мое мнение По поводу Шипов Это может Секретка Разбирает Если бы Во всех Играх Шипы Шипы Были С видом Сверху Мне кажется Что Я бы Так Не относился Вредно К шипам Единство Единство Наши силы Соединились Так А что Это какая-то Редкая штука Я не помню Что она делает Повышает Среднюю Боевой Эффективность Оружия Отбирает Часть силы От каждого Оружия В инвентаре Передает Оружие Которое Вы Используете В данный Момент Блин А что Черепашье Кольцо Делает Я прочитал Что Написано Чем больше Пушек Тем больше Урон Не помню Тут бы Наверное Замораживающий Луч Хорошо Зашел Б Что Насчет Шипов Хейдес Вот Знаешь Хейдес У меня Тоже Проблемы Особо Не было С шипами Вроде Нормально Было Пустышка Хорошо Хорошо Аппарат Ледяной 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 Луч Ледяной Как Контрит Ледяной Нормально Традиной Патрона Ледяной Мастера Нам Не Видать Традиейной Традиной 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 Есть ли смысл открывать сундук без ключа И зачем нужен хлам Хлам можно продавать О, голова демона Хлам можно продавать и Из хлама можно собрать хламенка М9 Не нелетальное оружие Что-то, конечно, пушки нам Выпадают не самые крутые Так, ладно А где тут секретка, может быть, здесь? О Так, а из вас тут есть Мимики И мимик Нет, чего? Шанс получения патронов при убийстве Хорошо Ты тоже мимик? Подожди, они все мимики Ха Ну да, просто Голова демона Гвоздевой пистолет И о, у нас оружие Но, по идее, кольцо черепахи бафает урон всех оружий, да? Поэтому нам выгодно собирать много оружия Так, давай отбадим вот этот трэш Как бы из обычных пушек Чего? А что, ему мало, что ли? А, он два оружия просит, точно Ну на тебе еще, гостевой пистолет Да, надо две пушки И он дает среднюю по качеству между ними Все, помню Винтовка винчестера Винтовка винчестера, по-моему, неплохая Да? Мы можем крысиной ключ купить Можем, можем Все еще А, на виду, у нас нет оружия против крысы С этим крысу не пройти Я просто запасу нам ключей И пойдем дальше Мы умрем 100% Против нее надо прямо Прямо жесткие пушки Которые будут ее контрить Нужен большой урон Так, ну что В комнатах, короче Давай фотоаппарат А вторым оружием возьмем Ну, голова демона у нас самая Сильная Но ее надо на босса оставить Поэтому Можешь пистолетом побегать? Недалеко побегали Яд! Ох Так, подожди Фотоаппарат В столе И заходим сразу И... А, это ты Нет! Она съела меня По-моему, она умерла от яда По-моему, я не получил урон Хо-хо, прикольно Ой, фотоаппарат кончился Ё-моё Фотоаппарата нет больше Так, новый план Тогда винтовку давай мне Винтовка на самом деле У нее урон большой Ну, нормальный такой Не то, чтобы прям Большущий Мы можем заходить Разряжать обойму пистолета Так А потом уже постреливать с винтовки У нее обойма большая Та-та-та-та-та-та-та-та-та Снесли одного Окей, хватает залпа, чтобы Снести какого-нибудь опасного врага со старта Зеленый сундук А, попробовать босс Завалить просто так С теми оружиями Которые у нас есть Дракончики смешные Так, боеприпасы Боеприпасы нам нужны для фотоаппарата Ё-моё, одна сердечко А, я пропустил удар От красного удара этого жреца Но что-то я передумал Босса валить Окей, этот сундук мы Давай вот так Вдруг хламёнок выпадет Пока просто хлам Может надо замораживающий луч Более активно использовать И алтарь, стеклянный алтарь Создает просто Просто Три стеклянные Штуки О, секретка Ещё стеклянная штука Ты мимик? Нет Это чего? А это законченная пушка, что ли? Ха-ха-ха Ну Титы подрубили Немножко имба Совсем чуть-чуть Самая сильная пушка в игре О, ну кто там мне должен будет Овсяного печенья пачкать Правда, с управляемыми пулями я не уверен Даже не знаю Есть ли смысл пополнять другие оружия Да, печенье-то Печенье-то на сходке Покушай, покушай Вкусного овсяного Хе-хе Изи лут печенья О-о-о Я не получил урон Я задоджил По-моему задоджил Ну всё Это победа Я имею ввиду Это пушка читы Мы можем её сбросить Я помню мы в Gungeon Когда играли Я банил оружие Поначалу До выхода DLC-шек всяких Когда Ну вот просто Короче Базовую игру Закрыли По-моему я делал баны на оружие Чернодырная пушка У нас была в бане Ещё что-то Но если бы я знал Что выпадет Законченная пушка Я бы Танк Предтанк Ну тебе хана танк Если бы я знал Что выпадет Законченная пушка Я бы точно Пошёл бы на крысу Но Кто же знал Всё Не выпендривайся А героиня была в бане Да Героиня была в бане Потому что Она очень экономная была По патронам То есть ты её берёшь Подбираешь Короче И ты с ней всю игру Можешь пройти И вообще не поменять Оружие ни разу А раньше была большая проблема В боеприпасах Благосклонность судьбы Вроде бы Доджит Доджит выстрелы Типа пули тебя облетают Ну давай ещё один ключ купю И всё Секретку мы нашли Да Такая синенькая По сравнению с Пушками Которые повыходили потом В DLC Ну и всякие Упроконченные пушки Она уже не выглядит Такой им бой Но Сначала В Ганжине Была большая проблема С боеприпасами В патчах Это пофиксили И увеличили Дроп боеприпасов Я всё ещё не могу Эту комнату На боссе И всё И то На боссе Только если они экономны Что ты мог пройти Всю игру И тебе там Одна коробка С патронами Выпадет Потом эту штуку Убрали И дроп патронов Увеличили Ну было Было прикольно Было Очень Очень мучительно Так Что-то у нас тут Врагов много Стало Красных А ну да Потому что Законченная пушка Делает врагов Проклятыми Знаете что Проклятый Лич может Убить Даже с такой Пушкой Поэтому Может быть Я Поспешил Знаешь что Открываем Всё подряд Пофиг В принципе С имбой Нам уже Нужны Пассивки Больше Чем 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 Оружие Ну и Количество Пушек Тоже Пойдет Если Набрать Кучу Пушек То Бонус От черепахи Будет Увеличиваться От черепахового Кольца Оп Патрончики Вот и они Всё Я волновался Что меньше половины Боеприпаса Было А потом Так Хоп И проблема Решена Это мини-босс Да Какой Бомбочка О Привет Бомба Здорово Бандитка Только Когда Вот эти Мини-боссы Появились Было Прикольно Изучать Поначалу Карта Этаж Показан О Магазин Заключи Это Лечилка Секретку Мы уже Нашли Плюс Сердечко Чик Мое Кольцо Сундучной Дружбы Превращает Мимиков В обычных Сундуков АК 47 Три Ключа Стоит А Ключ 47 В смысле Простите Блин Я не помню В чем Фишка А ключа Он Просто Хорошее Оружие Или У него Какая-то Синергия Есть Со Скелетным Ключом Или Что-то Такое Да Я не Помню Тут У нас Чего А Ты Покупаешь Ну Мы Можем Чуть Продать Но Знаешь Чего Можно Тебе Вот Этот Отдать Хил За Сундуки Хотя Знаешь Чего Давай Я Не Буду А Ключ Открывает Сундуки Точно Вы Правы То есть Если мы Его сможем Купить За Три Ключа Это Тупо Выгодно Потому Что Это Бесконечные Сундуки До Конца Забега Все Я Вспомнил Ну Значит Надо Его Купить Минусов У него Точно Быть Не Может Ох Ты Мимик Вредный Мимик Я думаю Отмычка Нам Не Нужна Тогда А Тайник Со Снаряжением Это Еще И Переносная Переносные Боеприпасы Варлок У тебя Спина Красная О Нет Моя Спина Она Покраснела Как Это Могло Случиться Привет Адамантин Я Я Недавно Точнее Вчера Мы Смотрели С женой Сериал Монг Я говорил Мы Начали Новый Детективный Сериал Смотреть Монг И там Был Пляжный Эпизод Типа Я Не знал Что В детективных Сериалах Бывают Пляжные Эпизоды Но Как в аниме Но Видимо Бывают И в общем Они там Ездили на Пляже Ну Естественно Там В отеле В котором Они остановились Было убийство И они Расследуют Ну Ладно Так То Пофиг Смысл Не в этом Смысл В том Что Что Я Вот Задумался Почему Именно Море Почему Все Люди Любят Отдыхать На морях На океанах И Именно На больших Водных Штуках Почему Не реки Никто Не строит Огромные Пятизвездочные Отели На реках Подожди Где мое Оружие Где моя Пушка Верните Пушку Плавать Прикольно А В реке Можно Точно Так же Плавать Не знаю Мне кажется Что Единственная Проблема Реки Более Холодные Вот Я сейчас Об этом Думаю Да Чат Реки Более Холодные Да В этом Проблема Стоп У нас Синергия Гранаты С чем С фотоаппаратом Такое бывает Ну давай Возьмем Гранату Нужна Медленная Речка Да Нужна Очень Медленная Теплая Река С подогревом Но я имею Ввиду Фишка В том Что Все места Заняты На море Правильно Вот В популярных Местах Все места Заняты Поэтому Мне кажется Было бы Выгодно Нагреть Реку Мы могли бы Построить Большие Батареи Которые Будут Нагревать Реку Для того Чтобы В ней Было Лучше Купаться Чтобы Я не вижу Никаких Не вижу Никаких Негативных Негативных Мещей Которые Могут В этом Случай Произойти С местной Флорой Фауной И био Био Это Биомами Биомами Мишка Ты конечно Очень Хороший Но Что-то У тебя Обострение Какое-то Случилось Пули В меня Не попадут Нужно Просто Верить Чат Поверили Просто Строи На Медленной Реке Окей Нам Нужно Просто Строить На Медленной Реке И Проблема Будет Решена Русалка Это Тоже Мимик Почему Все Мимики Ну Гом Черного Мимики Что за дела Зенитные Пули О Это По-моему Пули Которые Разрываются На кусочки Да Река Будет Офигенно Цвести Посмотри На Волгу В августе Это Правда Насколько Сложно Сделать Искусственное Море Кто-то Должен Был Пробовать Чат Кто Пробовал Из Вас Я имею Ввиду Кто Знает Попытки Сделать Искусственное Море Тупо Вырыть Большую Выкопать Большую Большую Яму И Короче Насыпать Туда Песка И налить Воды Сверху Это Не Сработает Свети Прокатит Это Очень Дорого Да Правда Но Илон Маск Маск Мог бы Заняться У него Много Денег Зачем Илон Этими Ракетами Занимается И Своими Такси Или Чего У него Там Теслы На электричестве Работающие Вот Занялся Бо Морем Хорошим Сделал Бо Хорошее Море Новое Свежее Чтоб Далеко Ехать Не надо Было Желательно В Ярославле Илон Короче Пиши У меня Есть Для тебя Проект Классный Берешь Строишь Море В Ярославле Чтоб Мне Не надо Было Далеко Ехать И И И Искать О Ты Чего 25 Монет А Это Снимает Проклятие Ну По-моему Мы Точно Выиграем Потому Проклятие Сняли Море Маска Да И Вот Знаете Что Я уверен Что Через Ну Например Тысячу Лет Все Забьют На Его Ракеты Вот Мы Вспоминаем Людей Которые Там Изобретают Какие-то Штуки Да Например Там Все Знают Что Там Шрёдингер Разобрел Кота Шрёдингера Все С С С С Все Знают Что Там Опенхаймер Изобрел Ядерную Бомбу Я Стал Смертью Разрушителем Миров Я Затем Деш не оценила фейковая наука Слушайте меня Продолжаем Теперь 1 апреля Всех с 1 апреля Фейковая наука Ну, в общем, вот Но, зато все знают моря Море Ему там уже 5 миллионов лет 5 миллионов лет этим морям И Все знают, где находится море Все знают, где черное море Все знают, где средиземное море Никто не сомневается, что море есть Такие подходят к морю, смотрят на море О, офигенное море, в нем много воды Все такие сразу Вот я уважаю человека Ну, или бога, или природу Которая сделала это море В зависимости от ваших убеждений Все уважают Того, кто сделал это море Поэтому Илон Слушай меня внимательно Ты должен Сделать море в Ярославлю Потому что Я что-то никак не могу найти Времени, чтобы Выехать куда-то за границу И доехать до Или Хотя бы Выехать В моря Не в то ли отдаленные Которые вот у нас здесь В Сочи или где-то Вот у меня не получается Поэтому Ты приедь Приедь Построй шикарный проект Моря Ярославского Моря Илона И будет просто Вообще пушка Скажи где море Лаптевых На севере Я раньше читал книги Про север Я Очень 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 Большой был фанат Джека Лондона В детстве Прям Вот я обожал Джека Лондона И По совместительству Вместе с Джеком Лондоном Я еще читал Русских Авторов Которые писали Про север Одно из самых Любимых моих Произведений В детстве Была просто Статья В журнале Ты тоже мимик? И не мимик? Была статья Такая Ну научная Популярная Статья В журнале Юный техник По моему У меня целая Была стопка Старых советских Журналов Юного техника От бабушки Или бабушка То ли их собирала То ли дедушка Наверное дедушка И папа с мамой Там была статья Про чуваков Которые Ради эксперимента Типа Трое ученых Ради эксперимента Поехали на какой-то Северный русский остров Вот типа Русские робинзоны Называлось И чуваки Прочитали Робинзона Круза И решили Повторить То же самое Только В реалиях России И Северного Русского моря Они короче Сюда приперлись Высадились на острове Типа Вот у нас Вот остров Какой-то там Остров В каком-то там Море Лаптевых Этот Ну Образно говоря Я не помню Это давно Я читал И они приехали Мы тут будем выживать И мне понравилось Какая это статья Мне нравилось Что эта статья Была настолько Реалистично написана Там никаких Не приукрашиваний Не экшена Не сюжета Чувак просто писал Описывал Свои Как он там Что каждый день делал Он говорит Вообще Нифига тут делать Вообще Ничего Нечего тут делать Мы тут Сидим на этом Дурацком море Здесь остров Холодно И тут На этом острове Вообще Ничего нет Тут вот есть Устрицы Или моллюски Какие-то И вот я хожу Я собираю Этих устриц Я их Как-то вот Варю В какой-то там Импровизированной Кастрюле И этот Пытаюсь есть В общем Они по-моему Что-то Неделю Продержались Максимум И стрельнули Сигнальную ракету Их забрали Оттуда Просто Вообще Но Эта статья Меня Привлекла Именно тем Что она была Вообще Без приукрашиваний Без ничего Чувак реально Писал Как Стримера Если б ты смотрел Который В лесу Живет Ты б увидел Реального стримера Который Тебе стримит Из леса Он бы не смог Ничего приукрасить Потому что Тебе и так Все видно Он бы и не пытался Но в написании Можно было бы Попытаться Когда ты пишешь Ты мог попытаться Написать То что Все там Придумать Интересно Еще Какой-то Экшен Добавить Но нет Они писали Как есть Чистую Правду Вообще Просто И мне так Это нравилось Я с удовольствием Читал Эти журналы Сейчас такого Не делают Мне кажется Такая статья Сейчас буквально Не может Нигде выйти Сейчас печатной Прессы Вообще нет Я имею ввиду Есть причины Почему Печатная пресса Загнулась Да И почему Никто не хочет Читать новости В печатной прессе Я Прекрасно понимаю Именно потому что Очень легко Написать Что-нибудь Что ты Просто придумал Да Ты берешь Такой И пишешь И никто Те не проверит Где моя Нормальная пушка Поэтому Да Но что-то В этом было Что-то В этом было Я большой Фанат игр Типа игры Это мой Любимый способ Поглощения Информации Но Блин Когда В книге Написано Или статьей Или текстом Это совсем другое Тоже Что-то В этом есть В непечатной прессе Работает до сих пор Пиши Что хочешь Кто не проверит Да Тебе нравится Читать новости В играх Ну в каком-то Смысле Я лучше Поиграю В игру Про древнюю Грецию И изучу Древнюю Грецию По игре Какой-нибудь Типа Скайрим Древнегреческий Который был Ну вот Например Я хочу Выучить Историю Древней Греции Я бы Намного Больше Предпочел Поиграть В древнегреческий Скайрим Такой Исторично Достоверный Чем Прочитать Книгу По истории Древней Греции Но в играх Приукрашивают Я знаю Я имею ввиду Что Я не говорю Что игры Исторически верны Я говорю Что мне больше нравится Получение Способ Игра Как способ Получения Информации Если вы не заметили Я люблю Играть В видеоигры Внезапно Никогда Такого Не было И вот опять Мне нравится Играть В видеоигры Так что Вот А имею ввиду В видеоиграх Есть свои проблемы Хорошую Видеоигру Игру Сделать Очень тяжело Нам Типа Скорее Им сделать сложно Написать Игру Написать Книгу А я Не знаю Мне кажется Проблема Игров И сложности Их Производства В том Что обычно Они требуют Ни одного Человека Обычно Нужно Чтобы Работала Целая Толпа Народу Делала Эту игру Как минимум Даже если Ты вот Программист И ты можешь Все сделать Тебе скорее всего Нужна будет Помощь дизайнера А если ты хочешь Сделать какой-нибудь Скайрим То Сливай воду Ты можешь быть Гением Как чувак Который сделал Гедонию Один Но таких случаев Один на миллион Я вот например Ничего не могу сделать Я вот Я вот Максимум Что могу сделать Это превьюшку На Пеглина И то Не я сделать Я могу найти Ассеты В интернете Из которых Я могу Составить Что-то Плюс-минус Смешное И запоминающийся Но нарисовать Не могу Не Нейросетью Я не рисую В идеале Было бы Хорошо Рисовать превьюшки Нейросетью И что я сначала И планировал Я когда мы Тогда вампиров Стримили И Келлен Пришел на стрим И такой Смотри чувак Там нейросеть Можно рисовать Превьюшки Я такой Ооо Все я буду рисовать Превьюшки Но потом С нейросетью В общем оказалась Проблема Ей нужно давать Задание И на этом Все заглохло Я хочу Чтобы Нейросеть Считывала Импульсы Моего мозга И выдавала Мне ровно То же Что и нужно Без моего Прямого Общения С нейросетью Тогда я Начну Ими Пользоваться Я Настолько Не могу Общаться Что я Даже не хочу Писать Задание Для нейросетки Из трех Слов Нарисуем Мне зеленого Гоблина Окей Потому что С тем же Успехом Я могу Просто Тогда Жене Написать Или Сказать Что У меня Вот Такую Вот Превьюшку Окей У меня Жена Дизайнер Художник С образованием С опытом Работает Она Работала Даже Преподавателем Искусства Она Может Рисовать Хорошо И у нас Проблема Не в том Что Мне Превьюшки Не делает Жена Не потому Что Я не хочу Она Не хочет Или еще Что Такое Проблема Во мне Потому что Мне тогда Нужно будет Делать Четкое Тех Задание Ты не можешь Взять художнику И сказать Ну Нарисуй Мне Короче Вот так Чтобы было Красиво Вот Мне Мне нужна Превьюшка По Пеглину В общем Там Он Такой Пеглин Зеленый У него Уши Он Как Гоблин И Кидает Шарики Нарисуй Что Это Будет Развод Через Месяц Таких Такой Работ Такой Рабочей Практики Мы Разведемся И Я Считаю Что Закономерно Вот Поэтому Нужно Выдавать Четкое Тех Задание Но я Не хочу Выдавать Тех Задание Мне Намного Проще Сделать Самому Я думаю Что это Одна из Моих Главных Проблем Я Такой Вижу Какую Нибудь Работу Которую Нужно Сделать Я Такой Чем Объяснять Кому То Как Это Делать Я Короче Знаете Что Сейчас Вот Сделаю Я Возьму И Сам Это Сделаю Именно Поэтому У меня Никогда Не Будет Ни На Люди На Обучение Я Обучал Персонал Для Работа Для Работы Но Я Я Никогда Потом Особо Не Не Участвовал В жизни Обученных Мною Людей Типа Обучение Прикольное Мне нравится Ну ты Рассказываешь Че да Как Поболтать Я люблю Это у меня Получается Хорошо А когда Дело Доходит До Самой Практики Работы Я Такой Типа Ну ты Выучился Все Получается Получается Молодец Вот тебе Флаг Бери в руки Иди И все И вот на этом Мое участие В жизни Любого Сотрудника Которого я Обучал Заканчивалось По идее Начальник Так не должен Делать Он должен Постоянно Контролировать Направлять Я точно Это видел Ну Мне самому Нравилось Когда ты Можешь Подойти К начальнику И такой Вот тут Так-то И так-то Как мне Лучше Сделать Вот здесь-то И вот здесь-то Но нет Я так Не умею Пеглин Кубики Вампайр Сурвайвер Сорендодатель Пэрперс Плиз Ретюрн Оф Вабрадин Инскрипшн Вород Оф Хоррор Пицца Тавр Эти игры Делались Одним Человеком Вопрос Лишь Числа Лет Окей Это у нас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь игр Из Скольки За вот Время Выхода Вот этих Игр Сколько Игр Вышло Вообще Вот Представляю Твою работу В мебельном Вы выбрали Отличный диван Подождите Два часа Я сгоняю На фабрику Сам заберу Привезу На машине Заправлю Принт И распечатаю Накладную Но там же Не так Идет работа В мебельном Короче Смотри Для заказа Диванов В современном Мебельном Магазине У тебя не будет Никаких Действий Ты Как в видеоигру Играешь У тебя есть Программа Которая Заказывает Мебель Тебе Такой Говорят Вот мне Вот этот Диван Нужен Ты Короче На компе Включаешь Программу Специальную По заказу Диванов Там Вбиваешь Все данные Клиента Адрес Все такое Эта Программа Вся Все Это Обрабатывает И Сама Клиенту Приезжает Ничего Не надо Делать Тебе Не надо Никому Ничего Делегировать Все Уже Автоматизировано Вот в чем Вся прелесть Вот в чем Вот в чем Соль Поэтому Работая В продажах Мне и не нужно Было Никому Задания И выдавать Я чистый Исполнитель Который Вот Делает Свою работу Я Хорошо Продаю Мебель И все От меня Больше Ничего Никому Не нужно Красота Просто Просто Красотень Да Как пиццу Заказать То же самое Практически Ну чуть Посложнее Нет Я работал Со своей Собственной Фабрикой Но И мы Фабрика Сама делала Сама делала Мебель Сама же Ее продавала Но Все было Настолько Классно Оптимизировано Что Восей Имба Была Для Продавца Тебе Ничего Не надо Делать Кроме Своей Работы Это Офигенно Вот Я Очень Поэтому Я Полноценный Я Полноценный Работник В чистом Виде У меня Нет Никаких Других Штук Я Работяга Могу Копать Могу Не Копать С Ютубом И С С Примами У меня Мне Мне Нравится В работе Ютубера И С С С С С Копать Прим Прим Какие Нибудь Все Я Больше Ничего Не Делал Вот Мне Вся Монотонная Рутинная Работа Она Мне Вся Нравится Все Что Касается Соц С Там налаживание контакта Переписок С разработчиками игр Еще чего-то Ой, мам, дорогая Надо мне нанять Какого-нибудь этого менеджера Только ему придется объяснять А я не хочу Вот Победа в Enter the Gungeon Все еще достоин С первой попытки И поговорили за то Как в старые добрые времена На Нифига себе коэффициенты Красная команда так не верила Жесть Классный забег Имба Как ты управляешь кошками Им тоже объяснять надо Не, я ими не управляю Они мной управляют Они мной управляют Ну вот